Юбилейный год. В Сарове прошел 10-й конкурс «Лучший предприниматель». Соревнования проводили по 8 номинациям. Победителей выбирали в два этапа. Одних путем народного голосования на платформе Центра поддержки предпринимательства в социальных сетях, других отбирал экспертный совет. Так, в каждой номинации было два победителя. Это те, кто самые активные, кто на слуху, кто не боится взаимодействовать с властью, кто может взаимодействовать с властью, чтобы они стали примером для тех, кто еще этого не осуществит, для начинающих предпринимателей, чтобы они могли показать свою уверенность в том, что они делают. В состав экспертного совета вошли представители администрации, городской думы, предпринимательского сектора и средств массовой информации. Результаты конкурса по традиции огласили в торжественной обстановке. В этом году награждение провели в Центре культуры «Досугар» ФИАЦ «Внеев». Мы сделали некое шоу для предпринимателей, для участников конкурса «Лучший предприниматель». И для других гостей нашего вечера. Здесь не только те предприниматели, которые участвовали в нашем конкурсе, но и те, кого выдвинули в департаменты, как меценатов и благотворителей, те, кто внесли значительный плат в развитие города, юбиляры. Мы постарались подготовить для них праздник. Фотостудии, клиники, магазины непродовольственной торговли. В номинации «Лучшее туристическое агентство» победила Кристина Краснова. Ее компании уже 4 года. Но в этом конкурсе Кристина Яковлевна участвует впервые. Я считаю, такие конкурсы очень важны, потому что хочется, чтобы наши горожане, саровчане видели значимость тех услуг, которые предоставляют наши предприниматели. Потому что вообще на самом деле предприниматели, руками предпринимателей сделано очень много в городе, делается и очень много достойных бизнесов в нашем городе. Конечно, хотелось бы, чтобы о них знали наши горожане. Весь вечер в адрес предпринимательского сообщества звучали теплые слова от коллег и представителей администрации. Для гостей праздника организаторы подготовили яркую концертную программу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.